Эта дыра размером с футбольный мяч появилась на новом отрезке набережной совсем недавно. Лицо города, которым чиновники хотели гордиться, продолжает разрушаться. На этот раз асфальтовое покрытие не выдержало испытания стихии. Сильный дождь вновь подмочила репутацию одной из главных пешеходных зон Саратова. И это далеко не единственное проблемное место на новой набережной. Например, после ливня образовались дефекты в асфальте и в других местах. Например, вот здесь мы видим небольшую трещину по всей ширине набережной. Пока она миллиметра два-три, но, скорее всего, будет разрушаться и дальше. Или вот, к примеру, бугорок. Здесь асфальт, как говорят, поплыл. И, скорее всего, скоро здесь тоже будет зиять большая дыра. О проблемах на новой набережной всерьез заговорили в прошлом году. Сначала на отрезке между Бабушкиным взвозом и улицей Вольская возник провал. Затем пришлось вскрывать и переделывать несколько сот метров. Устранением недостатков занимались рабочие компании «Саратов-Гестрой». Они же в 2013 году сдавали этот объект. Впоследствии, оказалось, работы велись с нарушением. Вот катался раньше просто прелесть. Я радовался за набережную. А теперь, видите, все взорвали, разбомбили. Не то. Такие деньги вбухали. Торопились, торопились. И тут на тебе. Ребят, по-русски сказать, за это кто-то должен отсидеть. «Саратов-Гестрой» в итоге признали виновным. А арбитражный суд области объявил компанию банкротом. Обязал выплатить неустойку и вернуть аванс. Это почти 100 миллионов рублей. Денежные средства «Саратов-Гестрой» будут взыскываться в рамках закона о банкротстве с конкурсной массы в ней имущества и активов «Саратов-Гестрой». Временные рамки будут проговариваться по факту работы с конкурсом, управляющим по взысканию вот этой задолженности, которая обозначена судом. Искать нового подрядчика планируют до конца августа. И уже известна сумма, которую готовы потратить на продолжение строительства набережной в Саратове до конца года. Это 372 миллиона рублей. Учитывая горький опыт «Саратов-Гестрой», работу новая организация обещает взять под тотальный контроль. Павел Фитилев, Олег Буланов. Новости Телеобъектив.